Хуй морхе, дорогие друзья! Некоторое время назад я у себя на канале опубликовала видео о минусах жизни в Нидерландах, которые я снимала по запросам своих зрителей. Видео вызвало неожиданную для меня реакцию, я с большим трудом смогла набрать 9 недостатков и сняла об этом видео, но под видео в комментариях разгорелись бурные дискуссии среди тех, кто был со мной согласен, что такие, да, обстоятельства именно такие, как я их описываю. Другие говорили, что ни в коем случае нельзя ругать хоть в чем-то страну, в которую ты переехал. Сейчас я снимаю видео о плюсах Нидерландов и я, честно говоря, из огромного списка примерно в 100 пунктов, которые я написала, смогла выделить около 20 и сейчас я с вами ими поделюсь. Сразу хочу оговориться, что я делюсь исключительно своим личным мнением. Мы живем здесь всего 2,5 года и мы живем в определенной области, то есть я не могу говорить абсолютно за всю страну, хотя здесь в общем и целом, насколько я вижу, все более-менее равномерно. Перед каждым своим переездом в новую страну или в новый город я читала статьи, смотрела какие-то влоги, читала текстовые блоги. И часть информации, которую я находила, она была объективной правдой, другая была полуправдой, третья была вообще просто не соответствовала действительности. Поэтому я хочу сказать следующее. Никому не верьте относительно других стран, чтобы понять и прочувствовать все, нужно реально приехать самому и провести достаточное время в какой-то новой для себя среде, чтобы сложить свое личное мнение. Поскольку плюсов, о которых я хочу рассказать, довольно много, я думаю, что мы их объединим в разделы большие и еще у них будут некоторые подразделы. Раздел первый. Инфраструктура. Давайте начнем с общеизвестного, с велоинфраструктуры. Здесь вся страна, она просто пронизана велодорожками, они есть везде, с любой точки А в любую точку Б всегда можно добраться на велосипеде. Не бывает совершенно такого, что ты едешь, 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 раз велодорожка закончилась совсем. Нет, тебя могут в каких-нибудь там супер сельских районах отправить ехать по автомобильной дороге, но все равно велодорожка, она будет отчерчена, у тебя будет свое место, ты будешь чувствовать себя в безопасности, даже если ты взешь детей на своем велосипеде, либо, допустим, маленькие дети едут с тобой вместе. Здесь действительно вообще все супер сделано для велосипедистов. Ты куда угодно можешь приехать, там будет велопарковка, ты сможешь запарковать свой велосипед и пристегнуть его. В общем, для велосипедистов здесь реальный рай. Человек на велосипеде здесь это священная корова, его все боятся и все уважают. Следующий пункт это автомобильные дороги. Они здесь действительно вообще суперские, причем, когда здесь живешь, начинает казаться, что они идеальные такие же по всей Европе, но нет, стоит выехать куда-нибудь в Бельгию или Францию, и ты сразу понимаешь, что это не совсем так. Здесь нет просто, мне кажется, ни метра без четкой разметки. Мы ездим здесь на Тесле, на автопилоте, и это очень важно. Если нет разметки, автопилот сразу сбивается, перестает работать. И у нас пока на территории Нидерландов такого ни разу не было. Водители на дорогах ведут себя суперадекватно, все сохраняют скоростной режим. В общем, вероятность пострадать здесь в ДТП примерно в 4 раза ниже, чем на территории России. Следующий пункт это безопасность в целом. В общем и целом тут действительно безопасно. Мы отпускаем гулять детей одних. Я сама совершенно спокойно в темное время хожу по каким-то своим делам, езжу на велосипеде, ни разу не сталкивалась ни с какой агрессией в свою сторону. У нас бывали ситуации, когда нам нужно было общаться с полицией, это были кражи. Но в общем и целом впечатления от общения, наши личные от общения с полицией, очень положительные. Все, что нас украли, нашли и вернули в течение двух суток. Четвертый пункт это общественные пространства. Здесь в общем везде очень все аккуратно. Нет такого, чтобы был какой-то пустырь, какая-нибудь свалка, что-то заброшенное. Просто вся абсолютная территория, мне кажется, в 100% покрыта заботой, вниманием. Нет такого, что что-то никому не принадлежит и там какой-то бардак. Все общественные пространства как-то интересно оформлены, куда бы ты ни посмотрел, чувствуешь прям вот умиление, умиротворение. В общем, тут действительно просто приятно очень находиться где бы ты ни был. Наш следующий пункт это здравоохранение. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев семейный врач вам предложит принять процитамол и подождать, пока само не отвалится. Если что-то действительно серьезное происходит, то помощь просто на высочайшем уровне. Мы недавно имели удовольствие или неудовольствие убедиться в этом. Скорая приезжает за 4 минуты в любую точку страны. Если что-то действительно экстраординарное, вас спасут практически со 100% вероятностью. Медицинские проблемы не разорят вас, как, например, в Соединенных Штатах. Здесь практически все покрывается базовой страховкой, которая стоит примерно 100 евро в месяц на взрослого человека. И франшиза у нее что-то около 400 евро в год. Следующий пункт – это почта и доставка. Здесь практически все, что угодно вам привезут на следующий день. Все работает вообще супербыстро и суперчетко. Если вы делаете какой-то заказ в интернет-магазине, скорее всего, вам привезут его местной локальной почтой. Посылки у нас, по крайней мере, приносят даже несколько раз в день. Нет никаких очередей в почтовых отделениях, если вдруг вы уж совсем продолбали, вас не было дома и соседи за вас не смогли получить посылку. Есть приложение. В приложении все отображается. Если на ваш адрес что-нибудь приходит, но есть какая-то ошибка в адресе, есть телефон, нам звонят, выясняют и все равно приносят. В общем, ты полностью вообще покрыт заботой почты. И часто что-то заказать бывает проще и быстрее, чем сходить в магазин. Но мы, конечно, не особо этим пользуемся, потому что мы довольно сильно озабочены zero waste. И когда ты что-то заказываешь, получается очень много всякой лишней упаковки. Следующий большой раздел – это государство и его сервисы. Здесь внедрен электронный документооборот. И тебе не нужно никуда приходить ни с какими бумажками, которые будут проверять. У них есть общая база, они верят только ей. Тебя всегда найдут по номеру и все про тебя узнают без всяких дополнительных телодвижений с твоей стороны. Если тебе куда-то нужно, всегда можно записаться электронно. Тебе назначат определенное время, в это время ты придешь и там тебя будут ждать. В Нидерландах очень высокая минимальная зарплата, поэтому ручной труд здесь используют довольно редко. И все, что можно автоматизировать, здесь автоматизировано. Например, мы недавно продавали машину, нам вообще не пришлось никуда ехать. Мы просто сделали несколько запросов в приложении и все свершилось. Можно переехать, оплатить штрафы, подать налоговую декларацию. В общем, все стандартные действия можно совершить, так сказать, виртуально через вот эти электронные услуги. Живой человек будет смотреть на вас, на ваше дело, только если это что-то прям супер нестандартное. Плюсов настолько много, что уже темнеет, и я не успеваю сейчас записать это видео до конца, поэтому я к вам вернусь. Для меня, я думаю, пройдет примерно одна ночь, а для вас всего одна секунда. Я снова с вами, и следующий наш большой раздел – это культура и общество. И первый подраздел в этом разделе – это низкое социальное расслоение. Здесь довольно высокая минимальная оплата труда, и поэтому, допустим, уборщица и какой-нибудь разработчик, они, конечно, получают разную зарплату, но разница совсем не такая, как, допустим, в России. То есть это разница даже не в разы. И благодаря этому при обучении мы сталкиваемся с этим в школах. Родители, если их дети не показывают каких-то там суперрезультатов и не претендуют на обучение в университетах, родители совершенно на эту тему не переживают, потому что, допустим, зарплата сантехника, она не хуже, чем зарплата того же программиста, и дети не будут как-то сильно обделены, когда вырастут и пойдут работать, например, теми же сантехниками. Здесь совершенно нет бомжей, и вообще никто, ни на кого не смотрится высока, потому что ты, конечно, можешь как-то, не знаю, с поднебрежением относиться к официанту, но, скорее всего, его зарплата такая же, как у тебя, или, может быть, даже больше. Следующий пункт – это отсутствие понтов. Здесь никто не стремится как-то выпячивать свои доходы, наоборот, все экономят, и если ты экономишь, это, скорее, признак умачия, он признак какой-то там бедности. В Нидерландах не принято потребление на показ, и здесь в целом такая протестантская этика, и чем человек богаче, тем, скорее всего, он будет себя вести более скромно. Здесь очень высокая социальная активность, и людям вообще совершенно не все равно, что происходит вокруг. Многие сферы жизни самоуправляются какими-то организациями, которые были созданы на местах, и снизу вверх. Еще один важный пункт – это отсутствие предрассудков. Нидерланды – это одна из первых стран, которая признала однополые браки. Здесь проходят очень масштабные гей-парады. На, кажется, втором месте после христианства здесь идет атеизм, и число людей, которые не причисляют себя ни к какой религии, вообще растет год от года. Это интеграция и жизнь мигрантов. Еще один важный непосредственно для нас аспект – это отношение к мигрантам. Страна целенаправленно создает условия для того, чтобы привлекать высококвалифицированные кадры. Здесь есть налоговые льготы, здесь можно получить все госуслуги, которые необходимы для переезда на английском языке. Здесь совершенно адекватное законодательство, которое позволяет нормально, легко, относительно получать визы, если у вас есть предложение о работе, позволяет легко перевести семью свою сюда. В общем, для нас это было скорее приятно и несложно. Крайне важные вопросы – это ипотека и кредиты. Здесь никого не смущает, что ты иммигрант, все ходы расписаны, все совершенно понятно. Внутри Европы вообще очень часто люди переезжают, и снаружи Европы тоже приезжают. Здесь, правда, нет такого, что «О боже, мы не знаем, что делать, ведь вы иммигрант, как же вам выдать кредит» или «Ой, нет, мы не даем ипотеке негражданам». Здесь этого совершенно нет, все процедуры отработаны, и все это можно получить. Отдельного упоминания заслуживает то, что мне здесь, как интроверту, живется вообще совершенно комфортно. Тебе не надо постоянно коммуницировать с людьми. Если ты приходишь в магазин, всегда есть касса самообслуживания, где ты сам сканируешь товары. Например, в спортзал свой, в спортклуб я смогла записаться, поговорив вообще ни с одним человеком. Я заполнила анкету на сайте, мне выдали какой-то QR-код, я пришла с этим QR-кодом, отсканировала его в автомате, автомат мне выплюнул карточку, и вот я уже счастливо, сколько, года полтора, наверное, или два, хожу в свой клуб, и все замечательно, с людьми я там не сталкиваюсь, мне не надо ни с кем общаться. Все это в основном благодаря тому, что здесь очень высокие минимальные зарплаты, и все, что можно, все, что может быть автоматизировано, автоматизировано, и все делается так, чтобы по минимуму привлекать живых людей, которым надо платить большие деньги. В отдельный раздел я бы еще выделила образование. Здесь действительно все прям очень круто. Я уже говорила, что детей постепенно и быстро интегрируют в стандартную систему. Дети рано начинают учить иностранные языки, обучение основное на голландском, но они прям сразу начинают учить английский. Старший ребенок у нас сейчас учит, кажется, 4 дополнительных языка, кроме голландского. У него есть немецкий, французский, кажется, китайский и английский, конечно. Голландская система образования, она очень многоуровневая и разветвленная, и в зависимости от успехов и талантов ребенка он пойдет по одной из веток и, в принципе, может быть как-то перенаправлен в другую, если какие-то его достижения или наклонности изменятся. Обучение в государственных школах здесь бесплатное, университеты стоят каких-то денег, но, в принципе, вполне адекватных, если у тебя есть гражданство, либо вот этот вот резидент-пермит, как у нас. Обучение будет стоить, если ребенок попадет в университет, что-то, по-моему, 3,5 тысячи евро то ли в год, то ли в семестр, но, в принципе, для европейских зарплат это вполне подъемно. Еще один несомненный плюс – это довольно большое количество рабочих мест, особенно в IT, но мне эта область близка, поэтому я немножко про это знаю, про остальные не могу прям гарантировать, но найти работу здесь программисту или менеджеру проектов совершенно реально. На своем канале я довольно много рассказываю о осознанном потреблении, о переработке мусора, и здесь с этим прям все очень хорошо, по крайней мере, в нашем районе, я не могу сказать про все Нидерланды, но у нас, правда, очень все круто. Есть очень большое количество всяких мусороперерабатывающих заводов, мусор регулярно вывозят, все сортируется, если ты не сортируешь, тебя штрафуют. Есть куда сдать старую одежду, старую обувь, все принимают, все перерабатывают, и это очень здорово. Кроме того, здесь развивают получение электроэнергии альтернативными способами, то есть тут много солнечных панелей, много ветряков. Да, с этим есть всякие разные вопросы насчет целесообразности и рентабельности всего этого, но тут пока не сдаются, и все это развивается. Ну и еще один очень важный для нашей семьи плюс – это то, что Нидерланды – это, наверное, центральная Европа, я, честно говоря, не уверена. В общем, отсюда все близко. И здесь есть очень большое количество лоукостеров, которые летают из Амстердама, из Инховена, из Роттердама, и у нас есть возможность очень недорого путешествовать. Мы это дело любим, это очень важная составляющая нашей жизни, поэтому мы рады, что мы живем здесь и имеем такие возможности. Кажется, на этом у меня закончились силы и время, но на самом деле плюсов гораздо больше. Я говорила, что я выбрала только самые основные. Я могу еще долго рассказывать, насколько это замечательная сторона. Тут действительно жить, в том числе эмигрантам, очень хорошо, и я рада, что мы оказались здесь. Я хочу поблагодарить всех, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо большое. Если вам было интересно, любопытно, и вы знали что-то новое, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все, пока-пока. Тотсинс. Субтитры сделал DimaTorzok